Привет, с вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первые Видео Авторынок. Если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, советуем вам подписаться. На нашем канале вы найдете большое количество интересного и полезного материала, в том числе и обзора на автомобили, причем не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей автомобилей, рассматривая их снизу, на подъемнике. Ну, а герой нашего сегодняшнего обзора это компактный кроссовер. Автомобиль, который в свое время наделал немало шума своим появлением и, в общем-то, можно сказать без преувеличения, вытащил продажи Nissan в Европе. Знакомьтесь, Nissan Qashqai в кузове J10. Первое поколение Nissan Qashqai, получившее кузовной индекс J10, начало выпускаться с 2006 года. Автомобиль простоял на конвейере до 2013-го. При этом в марте 2010-го года автомобиль прошел через рестайлинг, в результате которого претерпел некоторые внешние и внутренние изменения. Из наиболее заметных внешне это иная светотехника спереди и сзади, а также другая комбинация приборов. Намного более симпатичная и информативная, нежели у дорестайлинговой версии. Что касается выбора коробок передач и двигателей, у Nissan Qashqai в 10-м кузове под капотом могло находиться 4 агрегата, два из которых вы не могли купить официально на территории РФ. Таковыми являлись два дизельных двигателя от Renault объемом 1,6 и 2 литра. Такие Qashqai официально у нас не продавались. По официальным каналам поставлялись автомобили с теми же объемами моторов, однако бензиновыми. Это HR16DE объемом 1,6 литра, мощностью от 114 до 117 лошадиных сил, и 2-литровый MR20DE, мощностью 141 лошадиная сила. Коробки передач на Qashqai могли быть либо вариаторными, либо механическими. Редкая версия 2 литра дизель снабжалась автоматической шестиступенчатой коробкой, но найти такой автомобиль на продаже в России вряд ли легкая задача. Что касается типа привода, на Qashqai он мог быть полным, либо передним. Наш сегодняшний пациент это Nissan Qashqai в рестайлинге 2011 года выпуска. Двигатель 2-литровый бензин, 141 лошадиная сила, вариаторная коробка передач и полный привод. И по традиции обзор автомобиля мы начинаем с разговоров о кузове, о том, насколько хорошо или плохо он сопротивляется нашим дорожным реалиям, о качестве окраса и его толщине. Что касается толщины слоя лакокрасочного покрытия, у 10-го кузова Qashqai норма толщины обычно лежит в пределах от 100 до 150 микрон. Качество окраса также весьма неплохое. Даже заметные сколы обычно не торопятся ржаветь. Однако эти автомобили при покупке все же следует пристально осматривать. К местам повышенного риска образования коррозии на этих машинах можно отнести, как традиционно склонные к образованию сколов, кромку капота, а также передний козырек крыши, район пятой двери, сама пятая дверь, а также при покупке не лишним будет осмотреть задние арки, особенно в местах стыковки с пластиковыми панелями кузова. А также стоит обратить внимание на состояние нижних внутренних кромок боковых дверей. В целом, если говорить о стойкости Nissan Qashqai к коррозии, она достаточно неплохая. Однако большое значение для сохранности кузова этого автомобиля будет иметь как условия его содержания, то, насколько часто его мыли или наоборот забивали, откровенно говоря, на чистоту и ездили под слоем грязи достаточно долгое время. Таким образом, в том, что касается сопротивляемости ржавчине, Qashqai G10 это достаточно крепкий среднячок. Естественно, каждый конкретный экземпляр индивидуален, поэтому при покупке не поленитесь осмотреть автомобиль как сверху, так и снизу на подъемнике, обращая внимание на состояние порогов и днища. Изначально неплохое качество окраски кузова и качество самого металла может быть умножено на ноль кустарным восстановлением после ДТП. Поэтому при осмотре уделите кузову особое внимание. Также при осмотре Nissan Qashqai G10 обратите внимание на несколько характерных именно для этой модели моментов. Первое, что следует проверить при покупке поддержанного Qashqai, это работоспособность салонного отопителя. Прощелкайте заслонку по всем режимам обдува и обязательно посмотрите, насколько хорошо она работает на всех доступных вам скоростях работы вентилятора. В случае, если мотор печки откажет, его придется менять. Процедура замены мотора отопителя на Nissan Qashqai достаточно трудоемкая, так как требует разбора много чего по салону. Так что, если вы покупаете подобную машину, в первую очередь обратите внимание на работоспособность отопителя. Второй момент, довольно часто встречающийся на этих автомобилях, это подрулевой шлейф. Довольно часто он выходит из строя. Вы можете понять это по постоянно горящей лампе SRS Airbag и по неработающим клавишам на руле. Сам шлейф, особенно если говорить про аналоги, достаточно недорогой. Однако, при покупке подобного автомобиля это повод для торга. Кроме того, если вы видите горящую лампу Airbag, не лишний будет убедиться, что дело действительно в подрулевом шлейфе, а не в отсутствии самих подушек. Что касается элементов салона и стойкости их к износу, можно сказать следующее. Как правило, на большинстве Qashqai к пробегу 100-150 тысяч километров может затираться руль и накладки на рукоятки КПП. Однако, наш экземпляр, имеющий пробег 140 тысяч километров, может похвастаться весьма сохранным салоном в том, что касается следов износа. Также, из того, что попадалось в нашей практике, это облезающий хром на внутренних ручках дверей. Но на скорость это, как говорится, не влияет. Только на общее восприятие аккуратности автомобиля. Теперь поговорим о силовых установках Nissan Qashqai. Под капотом этих автомобилей для российского рынка могли быть установлены всего два варианта двигателя. Оба бензиновые. HR16DE объемом 1,6 литра, мощностью от 114 до 117 лошадиных сил. Мотор надежный, неплохой, но для Nissan Qashqai он может показаться слабоватым. Поэтому, если вы рассматриваете версию с 1,6, обязательно прокатитесь на таком автомобиле, чтобы впоследствии не разочароваться в его динамике. Второй двигатель это двухлитровый бензиновый MR20DE. Именно такой агрегат находится под капотом нашей версии. На этом кузове Qashqai двигатель еще не успел обзавестись непосредственным впрыском топлива. Соответственно, здесь нет никакого ТНВД, никаких форсунок высокого давления. Конструкция двигателя здесь еще достаточно проста. Этот мотор представляет собой четырехцилиндровый рядный агрегат. Блок цилиндров здесь алюминиевый. Привод ГРМ выполнен при помощи цепи. Ресурс этой цепи порядка 120-150 тысяч километров пробега, в зависимости от условий эксплуатации. Из элементов, усложняющих конструкцию двигателя, в данном случае можно отметить разве что фазовращатель на впуске. Однако, каких-либо проблем он, как правило, владельцам не подкидывает. Забегая вперед, скажем, что ресурс подобной силовой установки вполне может достичь довольно неплохих по сегодняшним меркам 300 тысяч километров пробега. Залогом долгой службы подобного агрегата будет частая смена масла раз в 7 тысяч километров. Не реже. Дилерские 15 и тем более 20 тысяч километров пробега для этого двигателя чреваты закоксовыванием и, как следствие, залеганием маслосъемных колец. После чего открывается просто астрономический масложор. Мотор начинает подъедать масло и подъедать достаточно серьезными темпами. Выход из этой ситуации будет один. Как правило, это капиталка вскрытия с заменой поршневых колец. Но вы можете также попытаться поменять этот двигатель на контрактный. Благо, проблем с разницей маркировок между правым и левым рулем в данном случае нет. Поэтому на рынке достаточно широко пока еще представлены MR20DE, снятые с автомобиля с небольшим пробегом по Японии. Правда, здесь есть один нюанс. Если вы переставляете в европейцы двигатель от японской версии, у вас больше не будет работать электронный указатель уровня масла, сообщение от которого вы видите на бортовом компьютере каждый раз, когда включаете зажигание. И вам придется довольствоваться обычным аналоговым щупом. Все дело в том, что у японской версии не было электронного щупа с завода. Поэтому даже посадочного места под датчик уровня масла у вас не будет. И чтобы продолжить пользоваться электронным указателем, вам придется перекидывать полуподдон со своего старого двигателя на новый. А это дополнительные затраты. Что касается вещей, которые можно охарактеризовать как слабые стороны этой силовой установки. Типичные неисправности это, например, растяжение цепи ГРМ. Как уже было сказано, порядка 120-150 тысяч километров пробега. Растянутая цепь возвестит о себе возросшими вибрациями на холостом ходу, потеря динамики. И вполне возможно, вы увидите на панели чек-энжен. Причиной которого будет рассогласование фаз газораспределения. Проблема плавающих оборотов на этих двигателях, помимо растяжения цепи в особо запущенных случаях, также может быть связана и банально с грязной дроссельной заслонкой. Поэтому, если вы купили себе Qashqai, возьмите себе за правило периодически дроссель чистить с последующей его адаптацией. Кроме того, на MR20DE нет гидрокомпенсаторов зазоров клапанов. Соответственно, если вы заметили возросшую шумность работы своего двигателя, вполне возможно, регулировка клапанов уже напрашивается. Регулируются они шайбами и процедуру эту проделывать приходится по симптоматике. Какого-либо явного регламента производителя на этот счет нет. Ну и последний момент по этому двигателю относится к его обслуживанию. Особенно, если вы выполняете его своими силами. Момент затяжки свечей зажигания на этом моторе не должен превышать 15-20 ньютон-метров. Если затягивать свечу со всей силы, вполне может произойти такая ситуация, что у вас треснет головка блока цилиндров. Особенно, если делать это на горячую. В последующем эта трещина приведет сначала к прогрессирующему троению. Затем вы обнаружите антифриз в одном из свечных колодцев, как правило, в первом. Ну и привет новая ГБЦ. Что достаточно небюджетно. Проще поменять весь двигатель целиком на контрактный. Поэтому, если вы обслуживаете Кашкай самостоятельно, ни в коем случае не позволяйте затягивать свечи со всей силы. Со стороны подобная ситуация кажется страшилкой из интернета. Однако, на нашей практике встречалась пара автомобилей, где после неграмотного обслуживания действительно приходилось менять двигатель. Поэтому при осмотре подобной машины обязательно обратите внимание хотя бы на то, чтобы в расширительный бачок не шли газы. Это может быть первым признаком как раз таки треснувшей головки блока цилиндров. Что касается коробок передач. На российский рынок Кашкайи поставлялись либо с механической, либо с вариаторной трансмиссией. Что касается механики, вопросов по ресурсу к этой коробке в принципе нет. Ресурс узлов сцепления в зависимости от стиля вождения может составлять в районе 100-150 тысяч километров до замены. Естественно, от режима эксплуатации автомобиля здесь также многое зависит. Сама по себе коробка механика практически неубиваемая. Единственная особенность этой трансмиссии – это некоторый шум при сбросе газа. Скажем так, патологией не является показанием к замене коробки тоже. Просто особенность, с которой нужно примириться. А теперь о вариаторе. На эти автомобили устанавливался японский вариатор фирмы Jatka, модель JF-011. Трансмиссия достаточно старая, очень хорошо изученная и, надо сказать, весьма неплохая по меркам ресурсов вариаторных коробок. У аккуратного водителя при адекватном вождении до первых симптомов, требующих замены, эта трансмиссия способна пройти порядка 150 тысяч километров. Если же автомобиль эксплуатировали бережно, то ресурс коробки значительно увеличивается практически в два раза. На нашей практике попадались подобные автомобили с пробегами далеко за 250 тысяч километров, где вариатор еще был не ремонтированный и при этом родной. Однако при покупке автомобиля, как при осмотре и тест-драйве, так и при последующем осмотре в сервисе, обязательно проверьте параметры работы вариатора. Исправная коробка на подобной машине не должна дергать, пинать, либо досаждать каким-либо иным образом. Работа трансмиссии здесь хоть и немного задумчивая, однако все же плавная, в случае если вариатор исправен. Масло в вариаторе должно быть светлое, ни в коем случае не должно пахнуть горелым, и автомобиль должен в целом адекватно следовать за педалью газа. Однако помните и о том, что на этих автомобилях дергание при разгоне может быть связано и не с самим вариатором, а, например, с пропусками зажигания, когда сбоит, к примеру, одна из катушек, которые на этих моторах нет-нет из строя выходят. В целом, если вы хотите значительно продлить жизнь своему вариатору, ваш интервал замены рабочей жидкости это 30-40 тысяч километров, в обязательном порядке с заменой фильтров. Вообще следить за частотой радиаторов охлаждения это достаточно хорошая привычка. Постарайтесь чистить радиаторы не реже, чем один раз в год. Ходовая часть Nissan Qashqai в кузове G10 представляет собой Макферсон спереди и рычаги сзади. Что касается ресурса компонентов подвески, на этом автомобиле они достаточно средние, и все здесь служит примерно 70-100 тысяч километров пробега. Как правило, если вы рассматриваете бэушный Qashqai, на нем может что-нибудь достучать по ходовой части. И в первую очередь нужно обращать внимание на такие вещи, как втулки и стойки переднего стабилизатора. Эти компоненты дают, как правило, больше всего шума. Если же вы поменяли стойки и втулки, но проблема не уходит, и вы продолжаете слышать спереди стук на неровностях, есть вероятность того, что на замену также уже просятся опорные подшипники передних стоек. Ну а если и это не помогло, то, скорее всего, причина в самих амортизаторах. Ресурс оригинальных амортизаторов, как передних, так и задних, на этих автомобилях, также, как правило, не превышал 100 тысяч километров пробега. И многое здесь зависело от условий эксплуатации. Не будем заострять внимание на необходимости замены таких расходников, как рулевые наконечники и тяги. Скажем только, что достаточно дорогая в ремонте рулевая рейка на этих автомобилях особо владельцам не досаждает. Кстати, усилитель рулевого управления здесь электрический. И даже на автомобилях с большими пробегами, порядка 150, 200, 230, если по рейке и попадаются какие-либо замечания, как правило, они связаны с необходимостью заменить втулку рейки в связи с естественным износом. Также, при осмотре Nissan Qashqai на подъемнике, обращайте внимание на состояние сайленд-блоков переднего подрамника. Они достаточно недешевые при замене. Особенно, если пробег автомобиля, который вы смотрите, превышает 200 тысяч километров. Также, если вы рассматриваете к покупке полноприводный Nissan Qashqai, при осмотре снизу, обратите внимание на состояние крестовины переднего кардана и на состояние подвесного подшипника этого самого кардана. Что касается задней подвески, она у нас собрана на рычагах. Соответственно, здесь присутствует большое количество сайленд-блоков. И эти самые сайленд-блоки вполне могут также требовать замены. Стоят они недорого, но при покупке лучше лишний раз удостовериться, что они не оторваны от обоймы и что они являются работоспособными. Также при покупке Qashqai проверяйте работоспособность стояночного тормоза. На этих автомобилях механизм при долгом неиспользовании довольно часто закисает и приходится в последующем его перебирать. Также при осмотре стоит обратить внимание на то, чтобы сальники на заднем редукторе у вас были сухие. А вот про саму муфту подключения полного привода на Nissan Qashqai ничего плохого сказать нельзя. На нашей практике за все годы не попадалось ни одного автомобиля, где муфта подключения полного привода была бы неработоспособна. Сам полный привод здесь реализован по следующей схеме. В базе автомобиль чисто переднеприводный. Второй режим авто позволяет муфте вступать в работу, подключая заднюю ось по требованию, то есть при пробуксовке передних колес. Ну и режим LOCK, блокировка, включает муфту принудительно, до 40 км в час. Крутящий момент в этом случае распределяется в пропорции попалом между передней и задней осью. Однако для длительного использования при движении подобный режим не подходит. Также стоит добавить, что при покупке как полного, так и переднеприводного автомобиля обращайте внимание на целостность пыльников-приводов. В случае, если пыльник имеет надрывы или вообще порван, и привод уже успел хапнуть горе в виде грязи и влаги, вполне возможно, помимо пыльника, вам придется впоследствии менять и сам привод. А это довольно небюджетная процедура. В целом, при эксплуатации Nissan Qashqai стоит помнить одну вещь. Это высокая легковушка для города, а не внедорожник. И чем дальше от настоящего бездорожья вы будете держать свой Nissan Qashqai, тем меньше денег вы потратите на ремонт его ходовой и компонентов трансмиссии. Итак, какой вывод можно подвести под все вышесказанное про Qashqai в кузове J10? Стоит ли рассматривать подобный автомобиль для покупки или нет? Наше мнение, рассматривать эту машину к покупке однозначно стоит. Ведь это достаточно универсальный, компактный городской кроссовер с высоким клиренсом и достаточно бюджетный в содержании. Если говорить о расходе топлива, то для двухлитровой версии на вариаторе с полным приводом этот показатель в городском цикле будет колебаться в районе 10-12 литров, что достаточно немного. Также этот автомобиль может предложить своим пользователям удобную посадку, весьма неплохую эргономику и в целом достаточно простую конструкцию, которая не обременит вас какими-либо серьезными расходами при ремонтах. Естественно, если вы тщательно подошли к процессу выбора своего поддержанного экземпляра и не попали сходу, например, на ремонт коробки или замену мотора. Однако здесь уже все в ваших руках. Базовую информацию о тех моментах, на которые стоит обращать внимание при выборе Qashqai в 10-м кузове, мы вам изложили. Также, если этот обзор был вам полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если вы являетесь или являлись владельцем подобного автомобиля в течение долгого времени и вам есть в чем нас поправить или чем нас дополнить, пишите это в комментариях. Людям, которые выбирают себе Qashqai первого поколения, именно ваш комментарий может оказаться очень полезным. Ну вот и все на сегодня. Спасибо за просмотр. Хорошего вам дня. Пока.